Привет! Здесь мы просмотрим его чувства, мысли и действия на великолепной Авалон. Это блаженство со стороны Авалон. Классная колода по знаком Зодиака для вас. Здесь можно посмотреть свое предсказание, потом его предсказание сравнить или дополнить. Смотрите, если вы относитесь к водным знаком, будет здесь, потому что я иду по Зодиакальному кругу. То есть вначале у нас огненные, потом земные, потом воздушные и водные. Так будет легче вам понимать, если вы представите себе Зодиакальный круг. Я буду карты перемешивать, и у меня такие вопросы к картам. Вон и вы. Куда идут отношения? Если вы в паре, это будет работать, или вы только встретились. Это даже будет работать, если вы еще его не встретили. Нужно знать, как работают именно мои предсказания. То есть каждый человек, как будто я воспринимаю, хоть это и общий прогноз, но он тайный. Вы же у себя дома тысячи человек вместе не смотрят, правда? Поэтому вы у себя дома, я у себя здесь в студии, и я тайно вам рассказываю что-то. Что прорезонирует, то прорезонирует. Каждым из вас. Понимаете? Выбери номер, ничего не даст. Потому что, например, сто тысяч просмотров, если я сделаю четыре номера, или сколько, или три, или семь, разве это изменит ситуацию, правда? А вам нужно услышать то, что нужно услышать. И каждая карта с вами будет резонировать по-своему и перевариваться именно вами. Поэтому, хоть это и общий расклад, он как будто вы ко мне пришли. Тем более, что я работаю только в общем доступе. Поэтому это не реклама моих услуг, это предсказание. Итак, все, сказав это быстренько, я смотрю для знаков, которые относят себя к огненным. То есть, здесь львы, овны или стрельцы. Очень важно тоже вам ощущать, что именно этот знак есть у всех, у всех в астрологическом круге вашем, да? В вашей жизни обязательно проявляются эти знаки. Даже если вы себя по солнцу относите к любым другим знакам. Какая же карта выходит на его чувства, на его мысли и на его действия? Это карта тотемного животного. Это ворон. Он очень мудрый человек. Его мысли к вам такие. Ты мне дана по судьбе, и я счастлив. Ты всегда будешь со мной, я тебя обожаю, и я не собираюсь от тебя уходить. Если ты подозреваешь меня или боишься, это очевидно. Твои внутренние страхи, которые ты переживаешь. Я не хочу, чтобы наши отношения были тайными. Я знаю, что тайные отношения – это ущербные отношения. Я эти отношения наши обязательно сделаю явными. Я это сказала для тех, кто думает об этом сейчас. Это карта ворона. Она говорит, что ваша мудрость приведет вас к новому знакомству, если вы ищете себе человека. И именно искренность, мудрость в глазах и ваше тело. Потому что любое тотемное животное – это ваше тело. Здесь совет тоже по тому, как найти себе человека. Не старайтесь очень красиво одеться и очень красиво накраситься, когда вы ищете. Почему? Это ворон говорит, это не я сейчас говорю. Потому что вам главное – показать мужчине свои формы, свое тело. И если вы очень красиво одеты и показываете свои формы, это чересчур. Он может испугаться. Формы лучше всего видны, когда оправа очень мягкая. То есть не сильно вычурно. Не старайтесь это выбрать денег на счет одежды и косметики. Покажите ему свои формы. У меня, кстати, есть канал вот такой, где мы просто с мужем об этом разговариваем. Вы можете зайти посмотреть. Переход будет на главный этого канала, если у вас есть желание. Еще одно тотемное животное. Вот даже идет мороз по коже, как Авалон здесь вам дает советы. Он поднимает серьезные очень темы. Потому что это белоголовый орел. Болт игл, как смелый орел. Это тотемное животное орел. Смелее нужно быть. Ваш мужчина призывает вас к смелости. Что касается постели, конечно, тоже смелее. Там, где смелость, человек просто смело действует. Он не думает. В постели нужно смелости. Меньше думать, больше делать, наверное. Тоже, как орел взлетает, как он летит. У него тело очень тяжелое. Поэтому орел парит. Он меньше крыльями делает. Он использует ум, чтобы парить. Вы заметьте, орел очень тяжелый. И все из породы орлов. Вот watchers. То есть ястребы, орлы, они очень тяжелые птицы. Поэтому они парят больше, чем работают. Чтобы парить по жизни. То есть пользоваться инерцией жизни. Когда по восьмерке жезлов, например, все идет по инерции к счастью. Сейчас такой канал пошел от орла. Вам нужно, чтобы парить, нужно довериться интуиции. Обязательно. И использовать свое тело. Орел использует тяжесть тела, чтобы парить. Но вместо того, чтобы сказать себе. Тяжесть тела это ноль для меня. Это минус. Орел говорит, нет. Тяжесть моего тела, я тяжелая птица. Это мой плюс. Я буду использовать мои assets. Assets это мои плюсы. Я буду использовать то, что у меня есть. Свои плюсы. Какой мой плюс? Орел мог бы сказать, но тяжелое тело у птицы это минус. Но орел говорит, нет. Все, что у меня есть, это мой плюс. вот спросите у себя говорите ли вы в себе когда вы с мужчиной когда вы в бизнесе в делах говорите ли вы себе все что у меня есть мои плюсы а нет мы не делаем так к сожалению люди потому что нам людям свойственно логическое мышление она кстати небольшое только впереди а много очень интуитивного мышления который мы вообще не используем 22 часа в сутки это интуитивное мышление только два часа в сутки это общение вернее мышление извините критическое и мы пытаемся критическое общение навязать нашей интуиции поэтому вы может быть знаки огня редко используйте нет интуицию в сексе редко используйте интуицию в том чтобы говорить с мужчиной а чтобы привлекать деньги поэтому у вас не идет нужно привлекать то что к вам идет то есть использовать все свое как будто это ваш сет то есть ваш знак плюс ваше достоинство они недостаток и о этот орел вас учит этому рейвен или же ворон учит вас интуиции и орел учит использовать то что другие птицы имеют как недостаток думают как потому что так не не относятся до другие птицы думают что тяжесть их тел это недостаток но думают это я так сильно сказала я кстати в потоке так что кто думает что я там какие-то слова не нужно говорю я говорю то что приходит да от меня здесь нет ничего если бы я хотела там поумничать показаться вам я сама ты не люблю не люблю не люблю когда люди в моем присутствии умничают поэтому я просто в исходе что идет то и говорю итак дорогие ну вот смотрите какая-то маленькая птичка онаăтит очень высоко у ласточка например там или hummingbird это такая маленькая-маленькая птичка которая нектар есть и из и из цветов на такой маленькая она так быстро-быстро-быстро крылышками может потому что она легкая орел тяжелая птица и этот know hummingbird может думает орел такая тяжелая птица как она летит потому что хаминберг не может пользоваться жизненными обстоятельствами жизненными плюсами орла поняли да меня поняли поняли может быть у вас есть по вашему мнению лишний вес это ваш плюс может у вас по вашему мнению большой нос это ваш плюс может быть у вас по вашему мнению недостаточно там то или другое недостаточно выкиньте через форточку и забудьте о нем это вам говорит этот мужчина сейчас его мысли чувства вас самое интуитивное смотрите как выскакивает все самое позитивное он хотел бы с вами летать вашей паре ощущать тяжесть вашего тела он очень сильно физически вас обожает protection защита вашей пары и защита высших сил и это значит что вы всегда будете вместе что между вами всегда будет любовь которая никогда никогда не будет заканчиваться если есть защита высших сил ничего не помешает я говорю вам огненные знаки особенно это потому что вы боитесь негатива в паре может ваш мужчина красивый вы думаете вы хуже его или он образованный вы думаете вы хуже его вообще так нельзя думать вам ни в коем случае ни в коем случае то что до сих пор вы думаете вам мешало вашим отношениям то сделала вас сильнее да вот все эти трудности которые вы с ним прошли может быть ссоры может быть разбирательство то что нас не убивает делает нас сильнее может вы две разные половинки одного и поэтому вам чтобы дополнить друг друга очень сложно вам нужно свои другие половинки развивать независимо от него он это усвоил этот урок и теперь через этот расклад вы усвоите тоже что никто не мешает теперь вашим отношением потому что именно этот расклад выставил защиту высших сил вот эта карта protection или же защита высших сил природные силы земли вас очень защищают очень защищают природные силы земли он бы хотел чтобы вы с ним были как ребенок как ребенок помните играли в дочки-матери вот он хотел бы так ваш мужчина чтобы это было как игра чтобы это было в наслаждение мы всегда можем пережить второе детство в любой жизни попробуйте попробуйте сейчас не быть более наивной без подвоха без без этого знаете ирония многие люди русские люди любят иронию иронию очень сильно я сама такая была а потом решил не нравится мне то иронии вот когда стала на западе жить давно уже думаю как хорошо быть простой прямой где нет иронии и с тех пор я это обожаю обожаю вот я посмотрела недавно и такое маленькое видео там где орган иван орган идет по красной площади с брэд петт и они разговаривают вы знаете орган так вычурно одет у него такая ирония во всем он хочет показать брэд петт все с все красной площади с вот как бы да ну понятно он юмористом но конечно не юморист но он вот да а брэд петт такой простой и на нем одежда не особенно модная вот такая какая есть знаете я подумала на мы русские умные все люди до образованные умные славяне имею ввиду или и советского союза если вы не славяне вы тоже из нашей культуры давайте становиться проще это вам не помешает этот мужчина который с вами какой бы он не был национальности славянин восточный человек он говорит послушай будь проще будь проще пусть так как ребенок мы играем в дочки матери с тобой он вас любит вот я еще закончу этот расклад просуммирую его он нас любит он вас обожает он хочет с вами всегда быть его чувство самое лучшее потому что то там на животное защищают и самое главное что вы должны знать связь с ним это для вас очень хорошо очень и очень хорошо он просто для вас как волшебник как он сама натура сама природа природа связь с ним для вас потрясающие и будущее у ваших отношениях она знаете такое даже вот с каким-то оттенком защиты от высших сил которые на земле тотемных высших сил взлетайте с друг другом как вот эти птицы и наслаждайтесь друг другом такое послание для воздушных уйдите для огненных я нахожусь таком сильном потоке сейчас поэтическом потому что страна авалон она эта страна блаженства страна блаженства мы закончили для огненных знаков если у вас есть еще вопросы пожалуйста пройдите еще их да а продолжать расклад нужно смотреть обязательно во первых потому что здесь вот эти все знаки все эти стихии есть у вас в вашем гороскопе обязательно и можно его стихии просмотреть да и вообще росла только работает если вы полностью посмотрите все видео и так его чувства мысли и действия к вам эта карта trust то есть доверие он вам доверяет он вам доверил свою душу он вам доверил свое сердце и теперь уже вы обладатель его души его сердца то есть теперь вы должны знать что всего душой вам нужно бережно распоряжаться и он пришел в вашу жизнь в нужное время не говорите ему нет для тех кто еще не имеет отношений вот сейчас придет вашу жизнь нужный вам человек не говорите ему нет скажите да этому свиданию этой встрече скажите да и доверяйте ему доверяйте этот раз ему можно доверять эта карта бард или же певец поэт в стране авалон конечно были и певцы это такая мистическая страна счастья блаженства и сейчас он поет вам песни любви даже если вы его не видите может вы поссорились вы знаете он давно забыл ссору он теперь поет вам песни любви он мечтает о вас и каждый вечер когда ложится спать он последняя мысль всегда о вас о запахе вашего тела о чуде вашего присутствия вам обязательно нужно знать что вот то время когда вот какое-то нижнее белье красивое на вас было когда был какой-то красивый ужин а когда была какая-то такая загадочная совершенно встреча божественная это так сильно на нем отразилось что никогда никогда не уйдет из его сердца еще вошла карта вас это говорит о том что вы волнуетесь что есть особенно земные знаки вы волнуетесь что есть недоброжелатели в вашей паре что есть кто-то и что-то что против ваших отношений может быть его родня может его прошлая женщина которая вообще он не думает больше о ней вы почему-то не заботитесь скорее всего это потому что вы в себе не уверены только по этой причине все будет прекрасно между вами и он это знает он это знает потому что он поет вам песни любви и он вам доверяет полностью но вышла карта осы а оса это злость это зависть и это ревность либо же вы его ревнуете может быть может быть с его стороны какая-то злость на вас отражалась его или злость его предков ваших предков как я уже не раз говорю что мы все приходим в отношения в жизнь эту с нашими предками и все что мы делаем это мы делаем по наитию предков только где-то процента 2-3 зависит от нас самое главное что можно сделать своей жизни это примириться с предками которые до сих пор негативно влияют те сильные предки а есть такие тоже хорошо влияют но есть и плохие предки которые хотя через ваше тело теперь жить и понимаете карта осы говорит что если вы его ревнуете или он вас ревнует это все проделки этих предков которых нужно спокоить которым нужно сказать вы свободны и я свободна теперь мое время жить и все будет хорошо не ждите когда вы в будущем используйте те деньги которые у вас для пары отложены не ждите делайте это сейчас живите сейчас не ждите нужного времени для например для красного или темно-синего красивого платья наденьте его сейчас не ждите когда будет время потратить ту или другую сумму трать ее сейчас на себя на него а потому что у вас в вашей паре уважаемые знаки земли у вас будет счастье у вас будет счастье это безусловно однозначно так что прогноз великолепный сейчас я буду брать карты три карты как что он чувствует думает и будет делать для воздушных знаков но еще вернусь здесь я скажу что он будет вам петь песню любви вам нужно знать что негатив который вы представляете себе он не влияет на вас не влияет да действительно есть люди которые вас ненавидят но не бойтесь их не бойтесь их совершенно верьте в то что он вас любит и все будет хорошо держите любой фокусе а сейчас для воздушных знаков дорогих это близнецы весы и водолеи partnership это карта партнерства немножко сдвину чтобы все поместилось эта карта партнерства это карта партнерства вам нужно знать что самое главное теперь в паре это партнерство то есть взять и дать 50 процентов дает он 50 процентов даете вы это процентное содержание ваших отношений очень важное вам нужно обязательно взвешивать сколько дали вы сколько дал он это нормально это такое знаете аптечное взвешивание она необходима я знаю кто мне скажет что любовь это безусловно понимаете мы не не понимаем слова апостола павла совсем апостол павел имел совсем другое в виду и а как вам сказать это то о чем говорил христос до о вечной жизни на земле на земле все по-другому и отношения в паре от конечно красиво поэтично написано да безусловная любовь в отношениях не бывает и это вам как эзотерия говорю безусловная любовь только есть на земле на небе бог им и вы и небо у вас внутри то есть бог внутри вот это об этом что речь они как они мужчина женщина к сожалению очень много у павла и у других апостолов неправильных установок для мужчин и для женщин не нужно это слушать поскольку безусловная любовь на земле бывает только у матери к ребенку запомните не у ребенка к матери а у матери к ребенку все остальное то условная любовь поэтому поэтому у вас может не пошло все как нужно потому что вы давали ему все себя как жертва как жертва как христос на на кресте наслушались павла ваши предки или вы и впитали в себя это там есть много хорошего послушайте я не против этого всего я сама теолог и все это обожаю но между женщиной мужчиной это всегда дать и взять дать и взять нужно от него уметь тоже взять и найти себе такого мужчину который сумеет вам дать и такой мужчина есть у вселенной для вас ну смотрите карты гадают вы видите что вышло это вышел король ну все карты гадают как всегда у меня как всегда у меня знаете я пишу сто процентов правда люди начинают издеваться надо мной там другие тарологи whatever но я же карты сто процентов правда карты сто процентов правда нужно спросить у меня они начинают издеваться надо мной а что ты лена считаешь что процентов правда понимаете и вот такой вопрос что для вас важно сегодня ваших отношениях по карте partnership. Что для вас сейчас важно? Напишите на бумаге, а потом задайте вопрос, будет ли это важно для нашей пары через 5, 10, 15 лет? Если это будет важно для вашей пары через 5, 10, 15 лет, значит это важно для вас сейчас. Понимаете? Потому что он вас любит. Бывают такие люди, которые смотрят мои расклады и у них отношения в тупике 10 лет. Не загадывайте, в моем случае, в моих раскладах не нужно ничего загадывать. Потому что здесь ваше программирование себя на счастливое будущее. Мои расклады, они очень сложные составляющие. Понимаете? Это не просто делается все. Это делается, чтобы вытянуть вас из негатива. Это делается для того, чтобы продвинуть вас к счастью. Чтобы вы сами сделали виртуальную картинку своего будущего и проживали ее. Потому что жизнь это всегда виртуал. Через нас виртуалит Бог. Понимаете? Бог смотрит через нас, через орла, через ворона. Бог смотрит через нас на весь мир, даже через осу. Вот знаете вы этого или нет? Бог смотрит все равно виртуалит через нас. Поэтому виртуалит нужно со знаком плюс на моих раскладах. И если у вас отношения в тупике 10 лет, смотрите, что вышло. Новый мужчина. Понимаете? Мои расклады нужно смотреть расслабленно. Это эстетическое удовольствие, которое приветствует вселенная. И тогда выходит мужчина в вашем будущем, который будет вас обожать и будет относиться к себе и к вам как к партнерам. Потому что семья это бизнес. Семья это бизнес. Ну и любовь тоже, да? А если только любовь, мы страдаем. И мужчины нас используют. Так что слушайте то, что говорят карты. Я говорю то, что говорят карты. Фокус. Фокус на том, чтобы встретить нового мужчину. Или если есть возможность улучшить отношения, чтобы сделать все, чтобы их улучшить. Всегда нужно выбирать жизнь. Всегда нужно выбирать жизнь. Поэтому если в отношении можно исправить, всегда вселенная выберет жизнь. И даст вам да. И даст вам да. И вот чувство мысли и действия по воздушным знакам. Но у вас будет мужчина, если еще нет, обязательно, который будет вам равноценным партнером. Если ваше отношение можно исправить, ваш мужчина, он сейчас изменяется со стороном плюс. Со знаком плюс. Он сейчас становится очень и очень вам подходящим мужчиной. Как две перчатки вы друг другу, да? В процессе этого расклада он изменяется со знаком плюс. Если он расклад не смотрит, а скорее всего так и есть, к сожалению, то, что вы смотрите расклад, на нем тоже отражается. И теперь вы будете всегда, всегда, на веки вечные у него в фокусе. Понимаете, да? Теперь я буду смотреть для водных, уважаемых знаков. А это рыбы, раки и скорпионы. Будет тоже три карты. Чувства мысли и действия. Его чувства мысли и действия. То там на животное. Swan. The swan – это лебедь. Верность. Если между вами было что-то, высшие силы предлагают вам простить это. Что значит простить? Оставить в прошлом. Простить себе, простить ему – это значит оставить в прошлом. Вы скажете, этот поступок простить нельзя. Я знаю. О, я. У меня тоже были такие случаи, особенно в детстве, что этот поступок простить нельзя. Нельзя простить. Но оставить в прошлом необходимо. Оставить в прошлом плохой поступок – это значит его простить. Еще одна карта. Смотрите. Написано, что на карте прощения. Представляете? Вот это да. Карты гадают. Forgiveness или прощение. Это написано на карте. Карты гадают. Вы знаете, не нужно подтверждения того. Правду я говорю. Эдхарты говорят. У меня так часто бывает. Скажу, и карта вышла, которая именно это слово произнесла. Forgiveness переводится на русский язык как прощение. Его чувства, мысли и действия. Он оставляет в прошлое. В прошлом очень легко. А вот вам это тяжело сделать. Потому что, видимо, в детстве вас много предавали. Или в прошлых жизнях. Или в прошлых жизнях вас очень много предавали. И почему вас волнует то, что думают о вас другие люди? Почему это вас волнует? Он спрашивает у вас. Да, мы его вызываем. Для уважаемых водных знаков. Мы вызываем его сейчас. Почему вас волнует то, что думают о вас другие люди? Это не должно вас волновать. Харты гадают. Restriction. Это вас ограничивает. Мысли о том, что думают о вас другие люди, вас ограничивают. Ограничивает в действиях. Мешает вам жить. Ограничения это мешают вам жить. Restriction. Видите, впереди такой блок. Именно мысли о том, что думают о вас другие люди, мешают вам жить. Эти мысли, они не конструктивные. Не волнуйтесь о том, что думают о вас другие люди. И да, может быть, между вами были ссоры, но время лечит. Время это самый большой лекарь. Потому что время руководит самая высшая апостасия Бога. То есть Сатурн. Сатурнянская энергия Бога. Бог проявляется для нас, людей, в семи апостасиях. Сатурнянская это более духовная. Духовность именно во времени. Дайте времени вылечить ваши отношения. Потому что что он думает о вас? Он уже это все лечит. Он уже проходит это все. Он хотел бы показать, что он вам верен. Потому что лебедь это верность. Что он думает о вас? Он думает о том, что это верные отношения. Вы его женщина. Что они чувствуют к вам? Он оставил прошлое в прошлом позади. И что он будет делать? Он будет выходить из ограничений. Если вы и ваш мужчина еще не встречаетесь, обязательно встретится верный мужчина. По этим картам. Эти отношения, которые будут новые, принесут вам огромнейшее счастье. Такие расклады вышли для всех знаков. А я хочу сказать опять немножко по знакам вам. Смотрите. Есть архетипичная астрология. Это Бог внутри. Есть астрология. Это Бог внешне. Понимаете? Если мы говорим о Боге внутри, там есть семь основных ваших архетипов, проявлений. Это семь суть, семь планет. Семь воплощений ваших. И какие вы роли одеваете на себя в жизни. Это Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер. И что я не сказала? Марс еще не сказала. И в этой архетипичной астрологии есть все знаки. Если вы не знаете своего асцендента, то есть вы не знаете время рождения, смотрите всегда архетипичную астрологию. Это не астрология по домам. Это астрология что, в каком знаке, какая планета. Если нет планеты в каком-то знаке, это место силы, это ваш портал на успех. То есть все знаки важны. Абсолютно все. Я сейчас это делаю по стихиям. Стихии все у вас есть. Без стихии вы не можете жить. Вообще не можете жить. Все эти стихии – это суть ваше тело. Это из чего сделано ваше тело. Помните, как мы сказали в Библии, что Бог сделал человека из земли. Из земли. То есть земля. Стихия земля. Для этого нужен был дух. Это стихия огня. Для этого нужен был воздух обязательно. Стихия воздуха. И для этого нужна была вода. Дух воды. Все эти стихии у вас есть. По этой причине я каждый раз немножко в конце видео вам рассказываю всякие секреты астрологии. Для тех, кто остался немножко больше. В любом случае расклад только будет действовать, если вы досмотрели его до конца. И, кстати, тоже кармический расклад будет действовать только в том случае, если вы сделали какое-то действие. Например, какое-то действие для себя, а не для меня. Послушайте, мне от вас вообще ничего не надо. Я делаю это, потому что обожаю делать. И все. Я собираю расклад литургический и рассказываю вам, что карма – это такая вещь, когда вы взяли для себя подсказку и ничего не дали обратно. Например, не поставили лайк. Ничего такого не сделали. Просто взяли и ушли. Не потому, что мне нужен ваш лайк. Послушайте, я довольно популярный ютубер. Понимаете, один лайк для меня погода не сделает. Но для вас сделает огромную погоду. Выровняет вашу карму. Так что можно поставить лайк, написать комментарий. Кстати, если комментарий не можете писать, у вас нету Gmail. Пойдите на Google, откройте для себя Gmail. Это бесплатно. Напишите gmail.com и откройте для себя Gmail. И тогда Google позволит вам быть полноценным участником на YouTube. Вот так легко делается. Если вы тоже посылаете мне донат, это тоже не для меня вы делаете. Хоть и мне очень приятно. И, конечно, донат – это материальная помощь моему каналу, чтобы я дальше делала видео. Но это уже вторично. Первично то, что когда вы посылаете донат, вы делаете для себя хорошо. Вы говорите спасибо. Доллар или два, если у вас есть. Но если у вас нет денег или нет возможности послать донат. Лайк – это тоже донат, только не денежный. Так что, пожалуйста, не чувствуйте себя ничего мне обязанным. Делайте, если хотите, какое-то движение сделать на моем канале только ради себя любимой или только ради себя любимого. Я вас всех обожаю. Жду ваших комментариев. Надеюсь, все-все знаки зодиака, все, кто посмотрел, будет счастливы в любви и вообще в жизни. Всем добра и до новых встреч. Пока!